Вода, воздух и еда – это то, без чего человек не может жить. Едим мы ежедневно, но не всегда правильно. Ведь даже те из нас, кто всерьез задумывается о правильном питании, не всегда четко представляют себе, что это такое. Каждый организм индивидуален. Поэтому понятие «здоровое питание» для каждого свое. Именно пищевая перегрузка является главным врагом нашего здоровья. Причем негативную реакцию может оказывать самый обыкновенный, на первый взгляд, безобидный продукт. Изменив свой рацион, можно избавиться от массы проблем со здоровьем, перестать постоянно принимать лекарства и, самое главное, улучшить качество жизни. Метод доктора Волкова позволяет четко определить, какая еда причиняет вам вред, а какая идет на пользу. Еда составляет значительную часть внешней среды. Реакции на нее весьма затратны, если они защитные. И, соответственно, поскольку организм конечен с точки зрения энергетических возможностей и, собственно, объема реакции, то он в какой-то момент начинает компенсировать вот эти вот энергодефициты разными способами, это будет называться болезнями. На самом деле это попытка выжить в среде, которую организм не чувствует, не понимает, не слышит и так далее. Есть орган, который содержит, единственный орган, содержит всю информацию и о том, что происходит снаружи, и о том, что происходит внутри организма. Называется он кровь. Поэтому реакции крови – самое выгодное место для наблюдения. А из реакций разного рода, их много всяких частных, да, идеальные – это реакции интегральные, реакции поведенческие. Что, собственно, мы и смотрим. Как себя ведет кровь в ответ на разного рода раздражители пищевые. Отдельный продукт, он никакими свойствами, так сказать, относящимися ко мне, не обладает. Вот как только я его съел, возникают реакции меня на него, и, соответственно, проявляются его свойства и мои возможности, да. И это единственное, что интересно с точки зрения, ну, вот, моего ощущения, того, что должно называться диетологией, а не того, что в продукте полезного, как его разобрать на части, что из этих частей, да, остальное, очевидно, не нужно. История-то давняя. Она, вообще-то, насчитывает, ну, из того, что мне известно, примерно пару с полн тысяч лет. Да, это китайская медицина, они это делали спокойно. Это была очень простая технология, но, тем не менее, весьма эффективна. Это было и в японской медицине. Собственно, тут нет ничего такого. Это было у Гиппократа тоже примерно две с полн тысяч лет назад. Со времен Гиппократа и по наши дни для всех очевидно, что гораздо эффективнее не пытаться вмешиваться в уже идущий процесс болезни, а не допускать его начала, устраняя саму причину. Пока мы поступаем иначе, ничего хорошего не произойдет. Лекарство – это попытка вмешаться извне в идущие в организме естественные процессы. Правильное и сугубо индивидуальное питание никакая не панацея от всех бед, а лишь инструмент, помогающий всему телу или организму или системе функционировать в максимально благоприятном для него режиме. Согласно методу доктора Волкова, процесс питания не должен быть безмозглым набиванием утробы. Цель очень проста. Хорошо настроенная система четко диктует, что для нее хорошо, а что плохо. Надо лишь научиться это слушать и слышать. Мой приятель, который эту идею, собственно, принес, это профессор биофака МГУ Ваик Владимир Леонидович. Идея о том, что надо смотреть скорость оседания эритроцитов. Ну, скоростью это названо неправильно, это реакция все-таки оседания. Вот эта реакция есть, реакция поведения крови, которую можно посмотреть и просто само по себе, и в ответ на раздражение. Вот это просто само по себе и раздражение дают нам возможность увидеть, как реагирует кровь. Потому что просто поведение крови без реакции – это норма этой крови. Мы берем кровь и смотрим ее 150 раз, условно говоря, с разными продуктами. И мы получаем 150 точек зрения на один и тот же объект. Это позволяет проследить поведение объекта. Анализ – это не причина, это инструмент, а причина внутри организма, и она исключительно в ее возможностях. Я всего-навсего, ведь убирая нагрузки, даю организму дополнительные возможности. Все остальное он сам делает так, как он считает нужным. Я туда даже не лезу. Больше того, я еще докторов за руки держу зачастую, чтобы не лезли. Да, потому что поломать его, в общем, не просто, но можно, а вот дать ему возможность починиться, нужно иметь крепкие нервы. Я анализирую поведение крови. Биохимия анализирует точки. А я анализирую поведение. Это другая совершенно история. Поведение крови – это, ну, как… Вы можете говорить о характере человека, о проблемах человека, по его поведению, да? Или по поведению социума вы можете говорить о том, какие проблемы в социуме. Вот ровно та же самая история. Это же все одна конструкция. Да, она одинаково устроена, поэтому мы можем точно так же как по крови говорить о том, как она себя по поведению крови говорит о том, в каком она самочувствии. Слово «пациент» я тоже не очень люблю, потому что оно производное слово «болезнь». там, вот, да, я это не использую. Во-первых, а во-вторых, приходит человек, а не, да? У него есть голова, у него есть контекст жизненный, у него есть куча проблем. Реализоваться они могут через соматические проявления, но могут быть совершенно не соматическими. Многие же, вот, так сказать, вот проблемы, которые у людей есть, да, социальные, да, они вдруг начинают куда-то деваться, исчезать. Через месяц уже понимают, оп, совершенно все по-другому стало в жизни, да? Таблетки пить перестал, хотя работать стал больше, да? Или там нервничать перестал, хотя опять подчиненные гадости делать, ну и так далее. Вот тогда возникают разговоры о том, а, собственно, для чего все это нужно, и что это такое по смыслу. Начинается с того, что он сначала пошел, сдал кровь. Это не ко мне он пришел, он пришел, сдал кровь, кровь проанализировали, и дальше мне принесли вот распечатку анализа, вот этот самый вот, вот эти бумажки, вот они. Все, а дальше человек приходит на консультацию, а дальше он же должен еще для себя понять, зачем он пришел. Представьте себе, человек приходит, и вам для чего это нужно? Я хочу быть здоровым. Вопрос, а здоровье для вас что такое? Нормальные анализы? Что такое нормальные анализы? Ни про что. Тогда вопрос, он для чего пришел? Вот это работа доктора, на самом деле. Потому что дать таблетку может аптекарь. Собственно, не нужно для этого быть доктором. Или открыть книжку, где протоколы лечения, и там просто все написано, там даже думать не нужно. А дальше надо научить человека этим инструментом пользоваться. И он, этот период обучения будет проходить какое-то время, но обычно это года полтора, там, если это не тяжелая хроническая ситуация, которая требует там трех-четырех лет, да, пока он сам не услышит себя. Слово аллергия, слово болезнь, это слова, которые доктора придумали для обозначения вещей, удобных для себя. Это же не организм, да? Представьте себе, что то, что отличается каким-то образом от среднестатистического поведения организма, названо такой болезнью, или такой болезнью, или такой, или неважно как будет. Это какое отношение к организму имеет? Никакого. Мы все абсолютно разные, у нас разные реакции, больше того. Эти реакции не просто разные, они у одного и того же человека тоже меняются, потому что он находится каждый раз в разном состоянии, да. Другое дело, что пытаться выловить вот эти точные самые, да, несколько реакций бессмысленно, потому что реакцию, которую мы получаем от организма в ответ на вот такую, на такое стопроцентное попадание, чудовищно резкий, потому что он все равно должен свои проблемы обострить, иначе он их не может починить. На самом деле, эту методику изъятия предъявлений это Гиппократ использовал. Это когда на три дня снималась еда, а потом продукты выводились по одному, можно получить спокойно шоковую реакцию. Особенно у детей никаких проблем нет, анафилактический шок на обычный, вроде как привычный продукт. Поэтому это такой способ неудобный. Мы смотрим, мы же видим в анализе не только те продукты, которые вот эти стопроцентные раздражители, а мы видим еще то, что называется шумы. То есть куча продуктов, которые ложно положительные, ложно отрицательные и так далее. Но за счет того, что вот эта масса есть, они демпфируют реакцию, они не дают организму резко реагировать. И все. Вот когда у вас возможности уменьшаются, то организм должен как-то на это среагировать. Он будет реагировать ровно теми местами, которые абсолютно индивидуальны и генетически в том числе. Если у вас проблемная зона, там, не знаю, суставы, проблемная с точки зрения возможностей, да, там структура мышц неверная, они не очень подвижны, то ровно они первые среагируют. Поэтому проявления любые. И тут нет такого, что если вы не едите картошку, то у вас заболит живот или что-то еще. Это у каждого человека совершенно свое большее. Это накапливающиеся реакции. У них есть, это тоже, поскольку это компенсаторное с точки зрения организма, то у них есть своя последовательность. И у каждого она опять своя. Избыточный вес – результат, а не причина. Кроме того, мы вообще не лечим на самом деле, в прямом смысле, потому что, ну, есть несколько вещей, которые очевидны. Это организм, саморегулирующая система. Внешнее управление в таких системах – это поломка всегда, потому что она черный ящик, ровно из-за невозможности спрогнозировать вот эти все, да, переключения. Поэтому что мы должны сделать? Очень простая вещь. Убрать то, что мешает. Избыточный вес – это склад мусора. Конечно, нехорошо. Это означает, что организм мусор вывести не может. Канализация встала, все. И выносите этот мусор с собой. Он просто уложен вот в это во все, вот в бока, да, просто чтобы кровь не отравилась. Это организм от отравления спасается таким способом. И чем толще человек, тем больше у него дефицит жира, на самом деле, потому что у него все ресурсы идут на создание вот этого хранилища. Учитывая, что проблемы у ребенка начинаются с мамы, которая его вынашивает и жрет, что попало, а он не может на них никак не отравить, кроме как стучать ногами в брюшную стенку активно, она говорит, ой, какой беспокойный ребенок. Надо, наверное, фолиевой кислоты попить. Или витамины Е. Сейчас попьем, и да, и успокоится. Таблетки – это попытка заблокировать компенсации. Все, что мы называем болезнями, это реакция организма на какие-то проблемы. Собственные или внешние. Ну, собственно, они все равно свои будут. Представляете, да, ощущение человека, которому сказали, что вы хронически больной, и вам нужно пожизненно принимать таблетки. Вот он с этим пожизненно, бедный, живет. И мы только забыли сказать, пожизненно это сколько лет? Год, два, пять, да? Или сказали, ну, в среднем лет 25. А дальше что? А еще лучше, чтобы он открыл интернет и посмотрел, например, сколько такие больные живут с такими таблетками. Все, что организму создает дополнительные нагрузки, не дает возможности этот путь пройти и отстроиться, надо убирать. Это могут быть… Еда просто – это самое простое. Ну, все едят, да? Это можно идти через совсем голову, но очень сложная, долгая история, и все равно еду исключить нельзя. Это просто она будет стоять вторым номером. Это штучная работа психолога, и это может продолжаться там годы, да? Люди, как бы сказать, в разной степени, да, возможности в этом смысле. У кого-то без белковой еды организм не очень хорошо, а у кого-то, наоборот, комфортно. Это вопрос наших возможностей, да? Но перебор белка, он всегда неприятен, потому что, собственно, перегрузка крови – это всегда белковая перегрузка. Мало того, что иммунная система все время туда грузит, еще и все, что из клеток отработало, что вы из своей жизненной цикла, он тоже в крови. Если еще грузить еду, то, в общем, тяжко. А жирами и углеводами мы перегрузиться не можем, они расходуются просто со свистом. При этом, как правило, люди по жирам дефицитны. И вот эта вот истерика борьбы с холестерином и жирами – это, конечно, запредельно. Как только возникает слово «белковая диета» или ограничение углеводов и жиров, на мой взгляд, от этого надо бежать сломя голову. Потому что это убьет кровь, да? Организм, естественно, потеряет воду или какая-нибудь бесцелевая диета. Он будет терять воду и терять функцию. Кровь – орган жидкий. Если воды в ней не хватает, то она плохо работает. А у нас распределением энергии заведует один-единственный орган крови. Другого нет. Если это неделя на рисе, но хочется человеку посидеть на инварию, пусть просидит. Вот это можно с ума сойти, на мой взгляд. Но она все равно на второй неделе вернет все, что ушло на первую. Или на третьей неделе. Потому что ее проблема – это результат ее привычек, а не отсутствие недели на рисе. Ей надо привычки менять, а не хвататься за эти таблетки для счастья. Не получится. Я вот в ресторане наблюдаю. Сидчик ест с аппетитом, он вкусно ест. Он много чего заказал, поел. А потом встать не может, он бедно из стула выгребается. Я понимаю, что он дальше придет, примет таблетку, потому что у него давление подскорит, с утра у него будет голова гудеть. Как котел чугунный, работать он полдня не сможет, но зато он вкусно поел. Вот это опять подмена смыслов всяких. Потому что, на мой взгляд, вкусная еда та, которая дает мне возможность себя ощущать правильно, а не этикетка в меню. Мы окружены очень смешной подменой. Мы вместо причинных связей используем корреляции. Мы вместо целей используем технологии. Они становятся целями. А это бессмыслица полная. Майонез к продуктам не относится. Кетчуп к продуктам не относится. Консервы относятся к продуктам в условиях войны. Да, поскольку мирная жизнь, то, собственно, они к продуктам не относятся. Ну и так далее. Вот когда организм научится себя слышать, как ребенок, причем дети же зачастую не едят, даже не пробуют. Они говорят, это не надо. И вот не заставишь никакими силами. Это означает, что ему этого не надо. И действительно, попытка это все-таки втихаря отдать обязательно дает какой-нибудь неприятный результат. А если человек встает там в час дня, у него такой режим работы, он после скольки не должен есть? А если время на час передвинули после шести или после восьми надо не есть? Вот это что такое? Нет, на самом деле, вариантов Бухенвальда сколько угодно. Только, опять, это же голод, да, по сути? Вы организму говорите, не надо тебе жить так, как ты хочешь. Надо жить так, как я считаю нужным. Или как кто-то считает нужным. Ну и живите. Собственно, вы и так уже так живете. Практически все люди путают жажду и голод. Это очень смешно оказалось. Ну вот, правда, смешно. Поэтому простое действие. Хотите есть, пейте воду. Если после этого через 10 минут все равно хотите есть, тогда ешьте. Это первое. Второе. Вам нужно минимум 2,5 литра воды в день. Воды. Значит, в словаре Далек к слову пить относится исключительно чистая вода. Все остальное – кушать. Если вы пьете, как вы говорите, сок, то организм не понимает вашего действия. Если вы еду выпили, он не понял, что это, он обязательно включит защитные реакции, которые потребуют дополнительного количества воды. Ровно поэтому соком напиться нельзя. Калории – это очень смешная история. Одна калория – это количество тепла, необходимое для нагревания 1 мл воды на 1 градус. Вы теперь попробуйте все вот это присобачить к еде, к пищеварению и к вашему организму. Значит, мы, во-первых, не производим тепло вот таким образом. Мы не сжигаем еду. Калораж определяется, берется еда, сжигается, и смотрится количество тепла выделенного. У коровы то, что она съедает, выделяет точно меньше тепла, чем то, что из нее выходит с обратной стороны. Кизяк горит идеально. А вот трава не горит нифига. Поэтому это совершенно бессмысленное действие. На самом деле, калории – это способ ограничения. Как ограничить количество еды? Калории. Можно это назвать, не знаю, какими-нибудь еще единицами. Не принципиально. Килограммы, метрами. Чем угодно. Единицами. Какая-то там кремлевская диета. На самом деле, то же самое. Как человека обмануть и заставить его есть меньше? Но меньше не значит правильно. Потому что логика меньше означает, что не есть вообще – это абсолютно здоровье. А такого не бывает. Вот это ловушки, которые… Вообще человеку хорошо понимать. Он все время в них живет и не желает задумываться о том, что он, собственно, делает. Потому что если взялись проблемы, то они точно взялись из его способа жизни. Никто не пришел и в его организм не нахулиганил. Вот это железно совершенно. Он сам всегда виноват. И вообще наша жизнь – это только наша зона ответственности, как и наше здоровье. Она не может быть зоной ответственности врача. Мне кто-то сказал, у меня есть доктор, он занимается моим здоровьем. У меня это вызвало гомерический хохот. Пациент говорит, слушай, а что ты смеешься? Он говорит, я вдруг представил, что доктор оказался прозектором. И он занимается твоим здоровьем. Чудесно совершенно. И протокол напишет правильно. Все будут знать, от чего ты помер. Решение мы должны принимать. Когда мы решение о том, что нам делать в этой жизни, доверяем доктору, мы, а, сильно рискуем, а, б, у нас вопрос, а доктор сам в порядке? Я регулярно сталкиваюсь с ситуацией, которую я называю лечиться у слепого окулиста. Вот, к сожалению, доктора болеют так, что пациенты отдыхают. Но при этом они лечат других от того, с чем сами у себя справиться не могут. То, что русскому хорошо, немцу смерть. Да, это абсолютно, вот это истина. Представьте себе, чук-чук, который ест бананы, помидоры, там, капусту и так далее, он у вас помрет через два года. Он не выживет. Или, представьте, итальянца, который питается тюленевым жиром и, собственно, и рыбой. И больше ничего. Помрет. От белковой перегрузки. Просто помрет. А эти нет, живут, пока им водку не дают. Там вот с этим проблема, да? Они живут так очень, так сказать, много поколений, да? И, в общем, в отличие, например, от европейских всяких крупных стран, они не вырождаются. А Европа вырождается. И не только Европа. Это тоже отдельный вопрос. А едят они всегда одинаково, но очень точно, в точном соответствии с тому, как они живут. Это абсолютно, вот, целостная конструкция. Если вы будете есть все время японскую пищу, то вам будет не сильно хорошо. Потому что то количество рыбы, которое для японца комфортно, для вас будет некомфортно, потому что вы ее будете усваивать с такой скоростью, что вы перегрузите кровь очень быстро. Дежурная шутка. Отравление устрицами называется. Или там креветками. Это не отравление, потому что еле все отравилось один. Вот эта вот белковая перегрузка, организм сказал, хватит, и выбросил все это обратно. Когда вы едите растительную, вещь у вас крови от белка чудесно очищается. Собственно, это единственный вариант, когда она очищается, когда вы едите растительную еду. Самое убойное, это когда вы едите каждый день праздничную еду. Это караул. Потому что она всегда не на пользу. Она всегда некоторая встряска, для того, чтобы организм так активизировался. Но она в традиции всегда регламентирована. И это довольно жесткий регламент. На самом деле, был всегда. А когда мы едем это каждый день, если вы сидите около казана с пловом, то вы довольно скоро примете форму казана. Только в обратную сторону. С постом тоже интересная история, потому что то место, откуда пост пришел, в христианстве, оно, в общем, климатически сильно отличается. и вот ровно март-апрель, да, там самое обильное цветение. А это означает, что в крови дикая белковая нагрузка за счет иммунных реакций. А это означает, что белок есть просто нельзя, иначе вы рухнете. А вам нужно очиститься, да, как бы сказать, действие противоположное. А когда цветение заканчивается, люди начинают есть. А у нас зимой пост, а когда начинается цветение, все начинают есть. И полинозы по полной программе. И вон, посмотрите, что в хирургиях творится, эти холециститы бесконечные. Разговелись, разгулялись, да, но ровно не вовремя. Вот, собственно, простой перенос, да. Поскольку мы не можем не потреблять внешнюю среду, вообще не можем, а перерабатываем мы ее каждый раз с какими-то вариациями, то для нас вот эта часть переработки черный ящик, мы не можем туда влезть, мы поломаем резоны все, значит, что нам нужно? Сформировать на входе логику, и если мы получаем на выходе правильный результат, то наша логика подходит. Вот и все. Значит, канализация в организме самое главное, потому что он ограничен по объему реакции, он не может реагировать больше, чем включает его объем. Все. А не потреблять опять не может. Хотя при этом еда действительно существенная, потому что я знаю людей, которые, например, голодовками 45-дневными вылечили рак. Ну, конечно, никакой проблемы нет. Они убрали на 45 дней самую массированную нагрузку. Организм сам знает, как справиться с проблемами. Он способен к саморегуляции и самоочищению. Нужно лишь немного помочь, а вернее, не мешать. Перестать употреблять в пищу те продукты, которые организму просто не нужны. Для этого достаточно сделать анализ крови. Ведь именно в крови содержится наиболее полная информация о состоянии здоровья и наших реакциях на внешние раздражители. Стоит лишь избавить организм от этих раздражителей, получив индивидуальную программу и перемены не заставить себя ждать. Мы не можем исправить экологическую обстановку, в которой живем, но в наших силах поддержать защитные силы своего организма. А это значит начать правильно питаться и навсегда забыть о депрессии, аллергии, крипе, хронической усталости и многих других недугах. Еда – это способ жить, а не способ получать удовольствие от жизни. Это перепутанные… Еда нужна, чтобы от себя получить удовольствие, от собственного организма, потому что он на самом деле и есть вот та самая мера всех вещей. В нем заложено ощущение мира, а не в еде. Если вы ради еды все делаете, то вы мир не понимаете вообще. Вы же инструмент. Инструмент надо содержать в порядке. Да вы не просто инструмент, а еще инструмент, который способен синтезировать, творить и так далее. А он все время ржавый. Что вы хотите от него получить в качестве результата? Вот ровно то и получит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok